С этим запросом я встречаюсь в своей практике, пожалуй, чаще всего. Многим кажется, что все люди хотят встретить любимого человека, но оказывается, многим хочется разлюбить того самого любимого человека, потому что, может быть, расстались с ним, потому что был развод, и желательно перестать думать о нем, перестать переживать, скучать, чтобы перестал он сниться, и желательно, чтобы это было максимально быстро и навсегда. Нередко это еще осложняется тем, что этого человека вы часто видите. Например, это ваш коллега на работе, может быть, это ваш бывший муж или жена, которую вы вам изменили, а может быть, наоборот, это ваш любовник или любовница, который женат и сам, или который замужем, и вы понимаете, что там ничего не будет, и уже готовы использовать любой способ, от заговора до какого-то приворота, чтобы напрочь выкинуть этого человека из головы. И такой способ есть, причем он научно обоснован, доказал свою эффективность у сотен моих клиентов и клиентов моих коллег, и сейчас я этим способом с вами поделюсь. Ну, а пока можете подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали, устраивайтесь поудобнее, поехали! Метод, позволяющий разлюбить любимого человека, называется возврат эмоциональных вложений или инвестиций, и активно используется в эмоционально-образной терапии. Дело в том, что когда мы влюбляемся, наше бессознательное словно делает ставку на этого человека и как бы считает, что вот он или она, тот самый человек, с кем я проживу всю оставшуюся жизнь и буду счастлив или счастлива, и начинаются эмоциональные вложения. И, кстати, говоря про эмоциональную любовную зависимость, есть люди, которые очень влюбчивы и сильно страдают от любовной зависимости, есть люди, которые меньше этому подвержены. Об этом я рассказываю в своем видео про любовную зависимость. Так вот, когда наше бессознательное, наше либидо выбрало того человека, в которого сейчас нужно сделать эмоциональные вложения, чтобы наладить эту связь, начинаются те самые эмоциональные вложения. Мы как бы дарим этому человеку свою любовь, заботу, внимание, теплоту. В нашей речи даже есть такие словообороты, например, отдала ему всю душу или подарил ей свое сердце. И, кстати, если вы расстаетесь с любимым человеком, то многие из нас испытывают сильную душевную боль с родни, как будто бы у тебя вырвали это сердце, как будто бы оторвали часть тебя, руку или ногу, и этот человек где-то бродит по свету с твоей рукой или ногой, и тебе невыносимо больно, и тебя тянет к этому человеку. Вот именно этот процесс того, что есть кто-то, кто ходит с моими вложениями, которые я подарил, которые я отдал, и создает вот эту эмоциональную связь, ее можно назвать любовь, любовная зависимость, как угодно, но вот эта сильная привязанность мыслительная, ментальная, душевная и так далее за счет вот этих вложений. И именно эта сила и энергия заставляет нас следить за этим человеком, думать, он нам снится, следить за ним в социальных сетях, и, что не парадоксально, получается еще сильнее вкладывать в него свои мысли, свои чувства, свои переживания и усиливать свою любовную зависимость. И это именно та причина, почему нередко самостоятельно вырваться из этого порочного круга оказывается очень нелегко. Кстати говоря, на принципе эмоциональных вложений даже строятся некоторые техники соблазнения, возможно, вы слышали, что у пикаперов есть такая техника, которая называется далеко близко или ближе дальше, горячо, холодно, по-разному. Смысл ее заключается в том, что человек осознанно начинает вести себя как бы с жертвой условно, то очень позитивно, добродушно, то через несколько дней, наоборот, очень холодно и отстраненно. Отойди, я в своих мыслях, у меня проблемы. И жертва начинает думать, что я сделал не так или сделал, почему он или она вчера был в таком приподнятом настроении, а сегодня грустит, наверное, мне нужно лучше над собой работать. И тем самым человек начинает ментально думать и вкладываться в другого, тем самым увеличивая свою эмоциональную привязанность к этому человеку. Возможно, кстати, именно сейчас вы осознали, что тот человек, которого вы никак не можете выбросить из своей головы, специально осознанно, либо не специально неосознанно, использовал эту технику, и именно поэтому в том числе вы так сильно и много думаете о нем. Итак, суть метода. Лучше всего, если вы будете делать эту технику в спокойной атмосфере, с закрытыми глазами, когда вас никто не будет отвлекать. Почему эта техника работает? Потому что для нашей психики нет разницы, происходит что-то в нашем воображении или на самом деле. Итак, вам нужно будет сесть поудобнее, расслабиться, закрыть глаза и представить в своем воображении того человека, которого вы никак не можете выкинуть из своей головы, о котором вы постоянно думаете. Просто представить его образ таким, каким он представится. И мысленно почувствуйте и осознайте, что за все то время общения и отношений с этим человеком вы делали какие-то эмоциональные вложения в него. Вы дарили ему свое тепло, любовь, заботу и так далее. Свои ресурсы, даже часть своей личности, возможно. И ваша задача вспомнить и осознать, что именно вы вкладывали в него или в нее, что именно вы этому человеку подарили. И на какой образ или символ это похоже. То есть, например, вы подарили ему или ей свою любовь. И эта любовь вам представляется в своем воображении в виде большого красного сердца. Или, например, вы подарили ему свою душу. И эта душа представляется в виде голубя или в виде какой-то другой птицы или чего-то вообще другого. Или, может быть, вы дарили много своей заботы. И эта забота вам кажется похожей на теплый плед или одеяло. Ну и так далее. И дальше вам необходимо в своем воображении мягко, плавно, постепенно представить, как вы забираете то, что вы отдали в свое время этому человеку и возвращаете себе с абсолютным убеждением и с внутренней уверенностью, что это ваше по праву рождение. И так как это ваше, вы имеете право вернуть это себе. И прям почувствовать, как этот образ входит в ваше тело, входит в вашу психику, и вы с ним соединяетесь. Как правило, именно на этом этапе мои клиенты мне говорят, что они чувствуют большой прилив энергии, они чувствуют успокоение, они чувствуют внутреннюю наполненность и ресурс, потому что они наконец-то, может быть, за много-много месяцев или лет, вернули себе свое. И, как правило, в эту же секунду в своем воображении они начинают видеть этого человека, любимого, как просто человека. Да, может быть, как симпатичного, привлекательного, умного, перспективного и так далее, но такого же, как другие симпатичные, привлекательные, умные, перспективные. То есть он становится или она одним из таких же, как и другие. Почему происходит этот эффект? В этот момент происходит снижение важности этого человека, потому что вы вернули себе свое. Но вот представьте, что вы кому-то отдали физически свое сердце, и этот человек где-то гуляет по свету. Конечно же, этот человек будет для вас важен, потому что у него самое родное, что есть для вас, ваше сердце. И вас будет очень тянуть к нему бессознательно, но не потому что он какой-то прекрасный, да, он может быть замечательным человеком, но потому что у него ваше сердце. Справедливости ради, я скажу, почему мы эти вложения делаем. Потому что на самом деле мы где-то бессознательно ждем, что на наши вложения будут ответные вложения. Именно поэтому эта техника называется возврат инвестиций. Мы как бы инвестируем из другого человека в надежде, что мы получим ответную любовь. Да, никто из нас не собирается любить безответно. Нам всем хочется любить ответно, чтобы это была взаимная любовь. Но когда мы ее не получаем, мы разочаруемся, и в этот момент разъединение может быть возможным, только если мы свое возвращаем себе. Этих вложений может быть очень много. Они могут быть очень разные. И причудливые могут быть образы. Это зависит от того, как много времени вы провели вместе. Чем дольше, как правило, тем больше вложений. И, возможно, у вас даже за 10 минут этой техники получится реальный, ощутите результат, и то, что вы почувствуете, что вас больше не тянет к этому человеку. Но хорошей такой лакмусовой бумажкой, проверкой является фраза, которую вы можете проговорить про себя в своем воображении этому человеку. Фраза звучит следующим образом. «Прощай, желаю тебе счастья в личной жизни». Вот если вы со спокойной душой, со спокойным сердцем, когда ничего внутри не шелохнулось, можете сказать этому человеку эту фразу, значит, действительно, вы вернули все себе свое, и внутренне психологически отпустили этого человека. Но если вам сложно, и немножко что-то корежится внутри, что-то откликается, когда вы это говорите, то, скорее всего, вы не все вернули свое, или, может быть, не отдали другому человеку ему его. То есть важно полностью, раз это даже действится, вернуть себе свое, а ему или ей отдать его. При этом нельзя забирать что-то чужое психологическое, то есть только свое, и только после этого будет полное раздождествление. Иногда это происходит за одну сессию, иногда требуются 2-3 консультации, и, как правило, тяга значительно в разы уменьшается, и количество мыслей об этом человеке. Иногда мне некоторые клиенты прямо говорят, «Господи, так он или она, это же просто человек, я не знаю, что я в нем нашла или что я в ней нашел». И это интересное, очень яркое впечатление для человека. И, кстати, эта техника, за счет того, что вы, ну, говоря научным языком, возвращаете себе свое либидо, оно напрочь, как правило, убирает сексуальное влечение к этому человеку. Поэтому будьте аккуратны и внимательны, делайте эту технику только на того человека, ну, с кем вы действительно уже больше не хотите, не иметь никаких отношений, в том числе и интимной близости. Попробуйте, пожалуйста, самостоятельно сделать эту технику, я искренне верю и надеюсь, что кому-то из вас она поможет жить спокойной жизнью, да, без вот этих страданий, терзаний. Но если у вас что-то не будет получаться, или если вы захотите ее сделать со мной на консультации, то, пожалуйста, под этим видео есть ссылка, по которой вы можете записаться ко мне на прием, и я обязательно вам помогу. Ну, а также подписывайтесь на мои социальные сети, пишите комментарии, ставьте лайки и дизлайки, для того, чтобы поддержать это видео, потому что кому-то оно действительно может улучшить жизнь и даже уберечь от, не знаю, суицида или такого сильного страдания от безответной любви, например. Я искренне желаю вам благополучия, спокойствия, мира в вашей душе, и до новых встреч в новых видео.